добрый день дорогие друзья в эфире предпасхальное чтение с вами автор ведущий николай рефьев тема сегодняшней беседы арест спасителя одно из ярчайших событий которые зафиксировали авторы евангелий задолго до своего ареста иисус христос ну крайне настойчиво пытался внушить ученикам чтобы они настраивались на это время настраивались на этот арест но вот при всем при том даже за несколько несколько часов до ареста он говорил им о том что они разойдутся все о том что один из них предаст его и как бы вот разумом они понимали но не были готовы сердцем если задавать вопрос почему вот одна из версий ответа на этот вопрос ну во первых конечно во первых кто был иисус для учеников три года день в день они с ним по этим дорогам по вам в опасностях всевозможных там передряга в сложных обстоятельствах что их привязала к иисусу их привязала во первых его божественная благодать этот дух благодать и умиление который от него исходил можно на этот вопрос ответить одной фразой который петр ответил ну за всех учеников на вопрос спасителя не хотите ли и вы отойти он ответил куда нам идти ты имеешь глаголы вечной жизни вот где-то подсознательно даже понимая вот слыша от иисуса предупреждение что он будет арестован что его предадут что его над ним надругаются его казнят они где-то но как бы немножко надеялись что это какая-то метафора какой-то прообраз так не должно быть ведь иисуса таких очень серьезных вещах очень редко говорил прям горел притчами говорил с каким-то намеком но об аресте то он говорил им прямо но не ну просто они не желали принять это весь для человека который но не то что верит здесь нет не было необходимости в вере потому что они знали они были с ним все эти годы это тот который ветру запрещал вот который мертвых поднимал это на глазах у них есть для кого-то было все там эпизодически просто рассказ о ком-то вот люди приходили в иерусалим по слуху о том что иисус воскресил лазарь а ученики там были ученики слышали этот запах неприятный от гроба идущий они-то знали марфа знала мария знала что он мертвый и вот мертвый выходит живым и он завершая свое евангелие говорит что книг бы не хватило если бы им описать все эти чудеса дела но весь этот образ иисуса поэтому они хотя и слушали его внимательно соглашались но не принимали это в сердце и в этом отношении арест для учеников был некоторой неожиданностью мы с вами читаем что незадолго до ареста это уже были наверное считанные часы до ареста иисус с собой зовет петра и она иакова это были его ближайшие скажем помощники его опора почему он их выделил потому что они были помощи для него он мог на них рассчитывать он ведь не случайно петру дал вот такое имя новое ты будешь отныне и кифа камень камень это то на что можно опереться он сказал чтобы они помолились вместе с ним но отошел на некоторое расстояние написано на вержение камня можно двояко понимать вержение камня это место на которое находится какой-то камень большой или место находящийся на расстоянии брошенного к он отошел молился их просил молиться вместе с ним хотя бы один час но когда пришел они они спали их веки отяжелели значит такая настойчивость иисуса чтобы молились ученики она была не случайно и нужно было быть на готове как и и он был на готове вот мы замечаем вот молитве иисуса сначала он ужасался и тосковал то есть эта молитва она не была наполнена просьбой это больше похоже на моленье ужасался и тосковал действительно ему не хотелось переживать то что ему определено было переживать да и кому было хотелось было бы странным если перед казнью своей иисус был в каком-то приподнятом таком радостном настроении да конечно он был ну именно в гефсиманском саду был состоянии подавленном подавленном но он молился вот нам показана сила его молитвы даже но во первых причина молитва причина молитвы или или что побудила иисуса на молитвы такое дьявольское давление давление со всех с в этой духовной сфере в этом эфире давление на него давление каким образом действовала него что враг требовал от иисуса враг требовал от иисуса чтобы он отступил от поставленной цели было ну масса доводов у самого иисуса даже как у божьего сына чтобы ему эти события сейчас таким образом не разворачиваться но мы понимаем уже последствия рассуждая о этом пути пройденном иисусом что то действительно вот это был был тот самый момент который для него был определен на который его направляет дух святой когда его его смерть его казнь она будет принята как жертва и он будет воспринка жертвенный ягненок это вот этот шанс только сейчас и больше никогда и он очень ну скажем это трудная была для него молитва это было необыкновенная такая молитва ученики молиться не могли они спали что мы наблюдаем после молитвы знаете вот состояние иисуса когда мы рассматриваем его позицию десеманском саду его напряженность написано капли пота его были как капли крови и он подходит к ученикам они спят он укоряет их в этом сне и последствии конечно не они они пожалели о том что они спали не потому даже что они не поддержали учителя своего знаете когда человек не идет на помощь госп ну здесь господь в этом саду ангелы пришли написано ангел пришел и укреплял его в этой молитве но петра иоанна якова ангел не укреплял понимаете и они а почему не укреплял да потому что они не молились вот сила молитвы нам показано и последствия отсутствия показано нам через учеников а сила молитвы через иисуса вот мы наблюдаем неожиданное такое преображение ужасался тосковал боролся в чем-то там где-то сомневался мы не мы не знаем но а само понятие ужасался и тосковал она обо всем уже говорить вот неожиданное какое-то преобразование в иисус он подходит к ученикам у него уже другой совсем на том разговор это уже не непросительный тон он уже везет ведет себя властно он владеет ситуацией то есть он взял ее в руки он знает что он будет делать но не то было к сожалению с учениками хотя принципиально ученики были готовы и к такому повороту но по-другому мы себе не представляем расставание учителя с учениками не могло быть по-другому чтобы он их оставил где-то в горнице а сам пошел на встрече иуде который приводил сюда уже в сад целую группу воинов конечно же мы знаем с вами что предварительной беседе он ну там был разговор о мечах они сказали у них есть два меча там было два меча эти мечи им пригодились найти иисус не ожидал чтобы ученики вступали сражение за ним но мы с вами понимать должны эти люди они действительно как они говорили они готовы были отдать за него душу готовы были отдать за него душу потому что он для них был все и вот что непонятно было для них в этой ситуации им не понятно но почему все-таки это неправильно что люди могут арестовать божьего сына для них было странным что не являет силу что не является сопротивление что он не поступает так как или я все время поступал впрочем откуда мы можем знать какие мысли тогда промеркнули перед ними но все-таки арест застал их врасплох группа учеников уже подходила к тому месту где иисус встречается с группой воинов и они действительно ученики были готовы на все и когда когда воины двинулись на встречу иисуса для того чтобы его схватить и связать ученики бросились в эту схватку потасовку петр успел этим коротким мечом отрубать ухо рабу обстановка весьма напряженная мы с вами должны понимать если бы ученикам иисус дал волю в этот вечер еще не вопрос кто бы там одержал победу но уже потому что воины не ответили на этот удар петра мы понимаем что воины находились сами в смятении не знаем почему потому лишь что они уже заранее были приготовлены но подумайте сами для того чтобы арестовать одного человека идет группа вооруженных людей мечами кольями там палками с факелами их достаточная группа там этих людей кого не испугались учителя раввина который проповедует какие-то истинные из из писания к чему-то призывает никогда не призывал бунту почему такая встревоженность почему на его ответ и на их вопрос про кого вы ищете иисуса назаряне это я не падают на землю они падают на землю не потому что это наученные какие-то воины они должны защищаться перед ними один человек всего но его голос тон голоса это бог говорит это я и не понимаю что то это он вот эта напряженность она обозначилась в этой встрече встречи необыкновенная встречу свое время предопределил пророка то в двадцать первом салме мы считаем салме давида что его обступили он называет их сами называете сами упитами упитанными это уже ночь враг действует ночью некоторое замешательства замешательства этих воинов иисус использовал для того чтобы отправить учеников мы понимаем что это явно проявление его божественной силы люди которые пришли арестовывать раввина учителя проповедника и тем более иисуса христа это люди негодны это отребье земли а таковых людей говорил свое время и в что я не поместил бы их с сами а тары своей он так и это было так на самом деле это люди полностью лишенные стыда люди готовые за какую-то малую ничтожную плату продать не только свою совесть а продать все себя полностью отдать в услужение дьяволу мы с вами что еще понимаем что это какие люди пришли арестовать иисуса если мы читаем что иуду вошел сатана а кто же был в этих людях иуду это человек который вот сердце своем вдруг вот принимает решение предать спасителя своего но не о нем сегодня разговор а люди которые пришли арестовывать иисуса из назарета зная совершенно слыша что о нем сказано что он есть божий сын понимая это это сказать страшные люди ничего это не люди это уже не человеке это просто оболочка плоти в которой живут демоны эти люди страшнее одержимых одержимый сам не знает что он делает эти же люди обладаемые дьяволом и не знаю что они делают они отступили иисуса там звучит его фраза но во первых знаете что нам может странным опять же показаться и объясняет много когда пётр отрубил ухо рабу но согласитесь это далеко не самое ну это неприятное скажем обстоятельства для этого человека это больно это больно и здесь кровь хлынула с его разорванного уха на это обстоятельство мало кто обращает внимание иисус прилагая руку ну возможно прилагая руку к этому ранению он исцеляет ухо этого опять никто не замещает эти люди шокированы то есть они находятся в страхе они в замешательстве они в шоке и во время этого шока иисус говорит оставьте их то есть учеников он позволяет им его связать и вот когда только но мы читаем что ученики удаляются и там одно обстоятельство открывается очень значит один из учеников когда его пытались схватить за его одежду он оставляет эту одежду и ноги убегают ученики не про не уходят они убегают мы с вами должны ну как бы понимаем следующее что охота была объявлена не только на учителя но и на учеников в данном случае и ученики и родственники иисуса и матерь его скажем и братья его это все люди которые были под прицелом под прицелом силовиков иерусалимской знати они все были на и в этих списках и если уж они решили убить и лазаря воскресшего значит у них была такая программа чтобы поразить всех приверженцев этого как они называли еретического учения назарейской ереси для того чтобы успокоиться потом продолжать спокойно свои нечистые дела и уже впоследствии после дня пятидесятницы они настойчиво продолжали вот такую политику своих действий ноги всеманском саду учеников никто не арестовал но мы должны понимать с вами что после после ареста когда связали как правило и арест во время ареста связывали руки арестованного часто связывали и ноги но таким образом чтобы человек мог короткими шагами передвигаться как правило сама сцена ареста была грубой и жестокой и этот случай ничем от ли не отличался от признанных вариантов классических и так скажем большая часть учеников убегает иоанн и петр остаются но не остаются не вблизи воинов они отходят на безопасное расстояние а потом они следуют за этой колоннадой за этой процессией конечно впереди которой ведомый иисус из назарета что стали делать эти люди вначале не были замешательстве они ожидали реакции не ожидали агрессии со стороны этого человека которым они были наслышаны что он весьма весьма опасен что он может проявить какое-то чудо действенное сопротивление им рассказывали как или я сжег 50-ок про воинов воинов и конечно когда они обнаружили обнаружили присмотревшись подходя поближе не боялись сразу подходить к нему близко потому что пёс боится палки боится пёс это есть пёс пёс но когда пёс не видит не ощущает никакой агрессии когда пёс сопротивление не получают он становится смелым они стали подходить близко они стали его толкать они стали пинать стали проявлять грубость там ругательство и уже приведя его во двор первосвященникова откровенно над ним насмехались написано заушали что такое заушали сзади подходил какой-то человек и неожиданно бил его ладонью по щеке по уху это неприятный очень удар и дальше они говорили про реки кто тебя ударил мы должны понимать какое испытание в данном случае переживал иисус из назарета какое испытание какая силища нужна была ему чтобы смириться гессиманском саду он произносит фразу такую говоря петру чтобы он сложил меч ножны свои разве я не могу умолить отца чтобы он мне данном случае послал более нежели 12 легионов ангелов он говорит надо будет воля отца он смиряется с этой воли хотя иисус то понимает божий сын понимает что сейчас вокруг него получаются ангелы мы достаточно одного знака для того чтобы вся эта процессия была рассеяна чтобы вся эта процедура завершилась и проблема для иисуса была не в том что ему сложно переживать боль знаете когда человека арестовали уже то ему он если брать обыкновенного человека он без исходности без исходности единственное что он может рассчитывать он может рассчитывать на помощь извне или он может рассчитывать на какие-то поблажки в этом суде может быть что-то там выяснится ему удастся каким-то образом переубедить своих обвинитель но не то было с иисуса мы должны понимать кого они арестовали они арестовали человека который но по их пониманию человека но который мог вот свободно в этой ситуации на уровне мышления поразить этих людей и он так делал не однажды когда они хотели побить его камнями в назарете мы читаем он прошел сквозь них что это за такое явление понимать ну можно двояко можно понимать что то невидимые ангелы они позакрывали глаза тем людям как это было в истории слотом садом и гаморе но в данном случае иисусу не нужны были ангелы он имел такую силу он имел силу воздействовать на сознание человека поражать это сознание парализовывать это сознание и как хотелось бы ему это сделать вы понимаете глядя на этих псов распущенных распасавшихся ему хотелось бы этого но он не должен был это сделать потому что он данном случае иисус из назарета если казнить будут бога то там не будет казнить там будет испепляющий огонь его глаз но взор иисуса опущен к низу ему нет нужды смотреть глаза этим людям потому что они бы не выдержали его взгляда так было с воинами которые приходили арестовывать иисуса но не ушли не понимая сами почему ушли вот скажем это кульминация ареста кульминация ареста двор первосвященника опять же ночь опять же ночь один из учеников это был и он он прошел во двор первосвященника мы так понимаем в этом семействе были или его родственники или какие-то его близкие люди что позволяло ему безмоязненно входить он же вел и петра но не более того петр петр вошед оказался ситуации такой двойственной вот и спаситель здесь рядом и а у не знаю что ему делать мы с вами то читаем в евангелии что последний вечер иисус предрек петру что он его от него отречется три раза прежде нежели дважды пропоет петух такое было предсказание дано петру то собственно незачем было идти в этот двор но он не мог не идти он не мог не находиться рядом со своим спасителем и мы должны с вами понимать что для иисуса и было приятно что петр и он его близкие любимые ученики были здесь возможно там иаков был мы не знаем автор евангелия не говорит об этом но для иисуса это было укрепляющим фактором но петру не должно было здесь находиться и опять мы понимаем каким образом иисус предсказал отречение петра да все очень просто когда ученики были с иисусом они не просто были за ним вот как за каменной стеной как за человека на них воздействовал дух благодати умиление дух крепости дух мужества дух силы это исходило от иисуса в настоящее время арестованный иисус он снял себя ризы величия торжества ну скажем твердости той которую он проявлял служение он не потребляет этой божественной силы лишил и петра этой божественной твердости которые петр испытывал всегда и петр смутился он просто смутился и он был не готов к такому быстрому ответу на вопрос людей которые спросили ты зи из его учеников петр трежды отрекается это было от господа таким образом таким образом мы можем понимать что господь отсылает петра из этого двора петр ну человек эмоциональный человек который может в любой момент вот здесь в этом саду погибнуть поэтому лучше ему и иисус позволяет ему отрекаться от него самого какая-то сила отходи исходила из от иисуса в данный момент которая сковала уста петра и вон он так просто отрекается но когда он выходит из этого двора и слышит как кричит петух он горько горько заплакал заплакал понимая свою всю несостоятельность человеческую ну и он просто заплакал потому что он отрекся он не хотел отрекаться но он отрекся но так было нужно так должно было исполниться писание и вот на скажем на на этом месте на этом часе мы расстаемся с иисусом расстаемся с петром расстаемся с иоанном который здесь где-то рядом еще стоит отметить женщин которые тоже где-то были здесь рядом этого удивительные женщины удивительно верные вот что свойственно для женщины женщина иногда в отличие вот от мужчины вот такие сложные времена вот такого радикального испытания таких неожиданностей не проявляет немыкновенную твердость они на смерть могут пойти женщины отличается вот в таких случаях какой-то колоссальной верностью непонятной но для мужчины даже и они сопровождали иисуса остальная же часть учеников в это время была вынуждена скрываться скрывались они где-то в иерусалиме и сам факт того что не скрывались нам с вами показывает что в иерусалиме у иисуса было много верных людей это были ученики которые не позиционировали себя открыто были тайные ученики были просто ученики которые ну они не в том понимании ученики как апостолы а почитатели иисуса христа любящий иисуса христа это те самые люди которые не выжидали они не ожидали как что будет с ним когда и будут казнить они просто переживали о нем они молились о нем они сочувствовали ему но не верили и завершая эту беседу я хочу следующее отметить что три года пребывания с учителем они имели свое действие даже расставаясь с ним во время этого ареста даже ну сожалея об этом аресте даже видя то насколько беспомощен иисус они не лишились веры вот где истинная вера вера не там где где сокрушаются горы и где они видят спасителя совершающего чудеса а вера там где нужно ожидать вот здесь нужно ожидать и причем они опять же зная эти изречения иисуса и и и и понимая что все что он это есть истина им прискорбно им неприятно я бы сказал что ученикам но по в той мере ужаса и и тоскования было и хуже но они были не в лучшем положении чем иисус когда кто-либо о ком-то переживает иисус уже открыт на этом пути на прямом пути к своему кресту к своей казни мы с вами уверены что каждый из учеников он готов был действительно они душу свою положили им лучше было бы быть вот рядом с ним там чтобы вместе с ним принимать казнь они приняли бы эту казнь но этого не должно было быть но что они должны были исполнить его волю они должны были проповедовать то евангелие которые он принес в этот мир